В Украине начал работать закон, который позволяет покупать и продавать землю, которая предназначена для введения сельского хозяйства. Теперь покупать и продавать землю могут только физлица, но с ограничением не больше 100 гектаров на человека. Позже такую возможность дадут юридическим лицам, только им дадут возможность покупать до 10 тысяч гектаров. А вот лица с иностранным гражданством вообще не смогут покупать землю. Министр агрополитики Украины Роман Лещенко в интервью рассказал, стоит ли ждать ажиотажа сразу после отмены моратория. Как будет происходить процесс купли-продажи? Какие схемы появятся с открытием рынка? Какой будет средняя цена на землю? И насколько быстро она будет расти? По его словам, цена земли будет средней по рынку, где-то около 50 тысяч гривен, но не меньше, чем 1000 долларов за гектар. Хоть это и низкая цена, со временем она будет расти. В данный момент никто глобально не захочет расставаться со своими участками. Ценовую позицию определяют между собой продавец и покупатель. Государство не вмешивается. Оно только установило нижнюю границу, дешевле которой землю продавать нельзя. На вопрос от журналиста, как людям узнавать, где и в какой области продается земля, министр отметил, что есть десятки различных профильных сайтов, обычные доски объявлений, консалтинговые компании, которые занимаются соответствующим сопровождением. Если у вас, скажем, есть амбиция заложить ореховый сад в Херсонской области, вы можете обратиться к общине с вопросом, есть ли у них свободные участки в аренду или поискать в системе Прозоро. Также вы можете обратиться к профессиональному человеку, условно риэлтору, который занимается этим направлением. Но я вас хочу заверить, что ажиотажа не будет. «Я много езжу по стране и как министр призываю людей не спешить распоряжаться своей собственностью», – подчеркнул Лещенко. «В Украине не бывает такого, чтобы открывался новый рынок, и люди не придумывали коррупционных схем. Но, по словам министра, земельный мониторинг и реестр дают возможность отслеживать эти схемы. Мы их видим через призму концентрации. Люди будут пытаться использовать схему подставных лиц, не имеющих доходов, чтобы купить более 100 гектаров земли. Но мы через финансовый мониторинг будем это отслеживать. Кроме того, мы видим риски, связанные с задвоением, затроением документов на землю», – рассказал Лещенко. Фермеров еще очень волнует доступ к кредитованию. Банковские учреждения очень осторожно смотрят, потому что у них вопросы правоприменительной практики. Они никогда не работали с этим ранее, с точки зрения земли, в качестве залога. Если брать льготные кредиты по программе 5-7-9%, то это кредиты на пополнение оборотного капитала. Фермер, который будет выводить из юрлица через выплату дивидендов средства на себя, как физическое лицо, ибо только физлицо может купить землю, он выводит средства из оборотного капитала, а государство ему через кредитование дает этот кредитный оборотный капитал, для того, чтобы он мог осуществлять хозяйственную деятельность.